привет здравствуйте здравствуйте я из украины город львов львов приветствую вас и и все что что именно и все откуда будем откуда я сойдем из штата америки город фенекс а мне написано гилберт почему-то это рядом но это рядом фенекс гилберт это как зайти есть вот не определяет москва человек живет где-то в химках да 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 я понимаю что в вашем окружении интересно говорят вы про войну америки ой америки и палки себе мозги не проели что это пиндосы воюют с россией войну россия с украиной именно что говорят нас соединенных штатах здесь скажем вашем окружении вы как бы но но моем окружении все поддерживают украину очень мало людей которые сегодня поддерживают соединенных штатах россию это как правило те люди которые не успели войти своем сознании в американскую систему они смотрят это наверное люди советские люди которые средства да 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 смотрят российское телевидение общаются между собой как правило не говорят по английски эти люди то есть вот вот такой контингент меня тоже удивляет приехал английский язык не очень сидит это как понимать это но я сталкиваюсь вы наверное знаете такого очага в тв смотрите но я тоже сразу скажу что я небольшой блогер да я знаю кто такой очага в тв но я лично с ним нет никогда он живет в калифорнии я живу в аризоне да не ну понятно что общаться это совершенно случайно это чат рулетка я просто мне нравится его мировоззрение способ общения его так сказать манеру интеллигентного и тролльного разговора иногда такого вот он умеет это делать к тому же он очень образованный эрудированный человек оказалось чего я не ожидал от него вот то есть спасибо за вашу позицию но я встречаю иногда американцев нет канаде попал он увидел что я из украины но там правильно вас там мочит вас надо убивать в этом все фашисты они есть везде такие и в америке такие есть но такие знаете как когда они общаются в большой компании они стараются помалкивать это они могут так вот если вас встретите еще где-то а так нет а скажите а интересный такой вопрос а вот допустим вот такой вот эмигрант живущий в америке давно и откровенно поддерживающий войну российским флагом его могут в америке привлечь на я не знаю какой статье за там за разжигание войны если в его словах да есть скажем так какие-то призывы если он его действия являются короче являются то что он может каким-то образом влиять на национальные интересы соединенных штатов тогда да можно привлечь его есть люди которые сегодня удаляют свои каналы это американские блогеры которые до полномасштабного вторжения вели свои youtube каналы и поддерживали их можно привлечь по их там и они эти они каналы свои удалили то есть их нет сейчас на просторах youtube например поэтому все так очень прозрачно сегодня сегодня знаете как мир очень поделен вот есть демократическое общество есть тоталитарные страны авторитарные и сегодня все очень просто вот и просто говоришь например слава украине все сразу понятно если человек начинает юлить там что-то говорить да они они скажут героям слава ну то же да 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 а скажите еще такой вопрос по текущей ситуации я настолько знаю в америке сейчас проходят выборы да вот прошли это называется промежуточный митер за выборы мне непонятны эти выборы я почему-то с какого-то своего глупого непонятного политического такого недомыслия решил что будут снимать байдена кого-то байдена мнение почитал подберял все это как бы временное какое-то промежуточные выборы да были выборы для конгресса для сената и сейчас что произошло то есть республиканцы не получили вот этого разгрома демократического то что хотелось да демократы получили конечно меньше мест ожидаемо в конгрессе и сенат практически пополам то есть там еще идет до подсчет последних штатов да но практически там помощь 46 47 в сенате но что самое главное что самое очень хорошо это то что до и демократическая партия республиканцы в общей своей форме поддерживают украину за исключением там какой-то маленькой группе людей которые там кричали о том что больше не центр украине но это все были популистические заявления потому что вот они проиграли эти эти люди из своей партии проиграли именно тем что они делали такие заявления потому что украина сегодня сражается не только за себя она сражается за весь демократический мир и не и не понимать у нас говорят мы сражаемся за россию белоруссию чтобы они были свободными и развитыми государствами в будущем да да кстати как бы оно так не звучало смешно но это правда украина сегодня помогает всему миру демократическому а весь мир поэтому помогает украине совершенно различие между украины украина и россии вот украинцы я я вот я блогер я общаюсь часто и с украинцами из россии и с россией украинцы никогда не стесняются сказать спасибо россия чтобы сказала спасибо кому-то за что-то у них так война они победили сами и никто никогда не помогал у них и украины мы бы и без украины войну выиграли бы и без америки бы выиграли то есть у них никогда нет вот такого даже понимание чисто человечество да просто скажи спасибо нет для них это вот эта имперскость она очень многое знать и нужно не представьте с каким быдлом сталкиваюсь я себе россия у вас почему-то россия висит флажок vpn 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 потому что понятно понятно и с таким быдлом сталкиваюсь я себе представить не мог что такие вот притом их большинство такого такого не образованного имперского как вы говорите правильно это вот это которая вбилась им это не знаю пропагандой рекламой образов жизни или какие-то как 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 вы помните в братья 2 был такой таксист как же так были люди как люди и в одночасье стали вдруг все кретинами не помните была такая ну я что-то примерно помню я давно смотрел этот фильм да у меня есть такой вопрос немного отвлеченный я немного не понимаю скажите как для америки лучше вот я понимаю там две партии республиканская демократическая они между собой как-то там голосуют бою и своих там представителей когда америке лучше или важно такое что было противостояние в америке всегда важно америка именно поэт я не стою не устаю это повторять америка именно поэтому такая успешная страна и такое такая модель для многих стран в мире потому что здесь есть две партии демократическая республиканция есть ты одну партию убираешь то рушится вот эта система той америки которая строила всю эту всю эту страну правильно понял короче конъюнктура порождает конечно критика власти обязательно крестика власти здесь когда демократу власти не критик республиканцы критикуют демократов республиканцы у вас демократы критикуют и так и наоборот постоянно причем это никогда не успокаивается здесь по-настоящему свобода слова когда я с россией говорю когда они говорят у нас есть свобода у вас есть свобода критики власти вот здесь становится ступор я говорю а если нет критики власти все остальное свобода будет постепенно закрываться в украине они говорят в украине вот тоже там вот такая же, как не такая. В Украине сегодня есть Зеленский. Там по-другому у нас, согласитесь, у нас совершенно по-другому. У вас все равно в Украине есть критика власти. Когда был Порошенко, критиковали Порошенко, когда сейчас Зеленский и Зеленского критикуют. А вы посмотрите, как Зеленского на пабликах матерят это самое. То есть, ну, как бы, ну, можно, если он там проеб какой-то совершил, ну, то, конечно, там, тут это начинается. Так и должно быть. Так и должно быть. Поэтому у Украины все хорошо. Есть проблемы, понимаете, когда мне говорят какие-то проблемы, у нас в Соединенных Штатах проблем куча. Есть очень много проблем. Но это не забирает вот того факта, что Соединенные Штаты это очень оптимальная страна для жизни. По-настоящему демократическая страна, которая дает этому миру очень многое. И ученых, и разные технологии, и лекарства, и так дальше. И своего рода модель для остальных стран. Плюс эта страна может создавать какие-то союзы, в которые люди сами хотят вступать. Вот я говорю россиянам, вы создаете там всякие союзы и пытаетесь силой затащить. Если бы вы построили модель, при которой украинцы... К вам бы пришли бы сами, да. Конечно, украинцы бы сказали, смотрите, какая модель классная. Но вы же сами делаете... Вы сделаете счастливую жизнь, россияне, и вы будете сами гринкарды российские продавать. Они наоборот, что из вас там бегут. Смотрите, я правильно понял, что конъюнктура, например, в экономике ведет к качеству продукта, а конъюнктуру в политических отношениях ведет к качеству взаимоотношений в стране. Это так получается. Вот все, что происходит в Соединенных Штатах, вот демократическая республиканская партия, когда делают какие-то... создают законы, например, да, вот путем этих компромиссов, которые есть, диалогов разных, например, демократы часто бывают слишком быстрыми в чем-то, да, а республиканцы пытаются притормозить, потому что вот они консервативные и более. Они говорят, подождите, подождите, давайте сейчас немножко все обдумаем, все решим, и мне это очень нравится в этой стране, потому что вот я сам тоже человек такой эмоциональный. А вы, извиняюсь, вы эмигрировали из России, я так понимаю? Нет, из... ну, Советский Союз был, это было 30 лет назад, я эмигрировал из Киева. Ага, вы украинец, получается? Да, да, оригинал, да, украинец. Вот, поэтому я был в Украине в 17-18 году, я видел, у вас там висит там какой-то брелочек или флажер. Да, 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 конечно. Ну, Украина всегда в моем сердце, как бы ни было. Я был в 17-18 году в Киеве, мне очень хотелось увидеть вот этих вот неонацистов, тех, которые запрещают русский язык, тех, которые там бегают по улицам с факельными шестами и избивают людей. Ничего я этого не нашел. И вдруг все разговаривают на русском языке вокруг. Вы знаете, я сам из города Львов, и тут мне этот россиянин, вот, Бандеровский город, Бандеровы. Ко мне приехали, у меня, по-моему, родственники живут в Белоруссии. Они говорят, о, они же не знают, Белоруссия там у них это, что закрыто. Не знаю, лет пять назад они с Румынии ехали. Говорят, у вас тут бандеровцы, эти факельные шесты, неонацисты, бандеровцы. Есть такие, говоришь, можешь показать бандеровцы? Я говорю, бляха-муха, как бы я вам показал, но я как-то не видал, не знаю, есть, есть во Львове бандеровец. Идемте. Я вам расскажу уникальную штуку. Во Львове есть такой ресторан, это чисто театральная постановка, это бандеровский ресторан. На входе стоит настоящий бандеровец с автоматом, шмайсером таким немецким, бандеровской штуки, и каждого он, значит, входящего в этот ресторан, кривко называется, не слышали никогда? Нет, я в Киеве был в похожем ресторане, но там не с автоматами, там ты должен был ответить какие-то вопросы по поводу именно Украины. Да, 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 он спрашивает слава Украине, говорит, слава и тебя пробивает по тем, если все нормально, то он достает такую фляжку бимбара. Бимбар – это самогонка по-русски, по-польски, по-старое, скажем, по-западно-украински бимбар – это самогонка по-польски. Наливает стопочку бимбара, и там низ приглашает, и там полностью пандеровская символика, меню, там внизу стоят мотоциклы, это самое. А самый такой пятиэтажный ресторан, напротив находится ратуша Львовской обл. администрации. Там полно фишек. На пятом этаже находится зенитное вот это вот оружие, которое, если тебе не нравится, львовская администрация, можешь сесть на него и направить это зенитное оружие на Львовскую обл. администрацию. Друзья, кто будет во Львове, вот, пожалуйста, реклама ресторана, называется Криивка, да, вы сказали? Да, но вы его так не найдете. Криивка – это как бы схрон, это спрятанное. То есть это на площади ратуши, обязательно спросите у местных. Его нет нигде, ни рекламы, ни вывески, ничего. Это как бы, ну вот, оно там в подвал уходит, то есть обязательно надо спросить, где оно находится, так не найдете. Оно скрыто. Друзья, идите в ресторан Криивка и говорите, я пришел от канала Маэстро Токс, мне сказали, мне дают какую-то скидку здесь. Скидку вам дадут. Вообще-то креативный по ресторанам город, полно этих туристических. Ну, Львов красивый очень город красивый. Заточено по туристам, и каждая кафешка, каждый ресторанчик, каждый такой вот пункт питания старается креативно притащить к себе туристы, это же деньги. И каждый подходит к этому делу очень креативно. Есть такие моменты, например, есть кафе, куда нельзя без кота. Только с котом тебя пустят туда. Так и называется Кэт-кафе. Есть Золотая Роза, ресторан еврейский, где цен нету. Вот вы придете в Золотую Розу, там закажете, цен нету. А вам придет официант, скажет, с вас 80 тысяч долларов, и вам счет положат. И вам надо торговать. Да, я когда был в Киеве, я хотел поехать успеть во Львов, но у меня не получилось. Но может быть... Смотрите, я вам дам такой хороший лайфхак. Если вас судьба когда-нибудь занесет во Львов, тут постоянно открывается, закрывается, конкуренция сумасшедшая, поэтому конкуренция, конъюнктура дает качество, конечно же. Вы просто наберите в Гугле, там уже сейчас прямо, куда пойти сегодня в Львове. Открывается, закрывается масса всяких креативных штучек, всяких там, ну, с прибамбасами, с интересными там фризами, с викторинами, с какими-то там, ну, креативно каждая подходит, чтобы, ну, к себе затащить. В Гугле найдете, там, почитаете. Это будет гораздо проще, чем вот искать Криевку и спрашивать, где пройти. Чужие не знают, а местные вам покажут. Не, ну, уже все, уже сказали про Криевку, я думаю, что люди, которые меня смотрят из Львова. Криевка, это бандеровский колорит, а такие, как Криевка, там, синяя фляжка, это вообще самая старая в Европе какой-то ресторанчик, там, три столика стоит, там, в синей бутылке подают специальную наливку из вишни, там, которая ни в мире не делается, там, 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 там фондю кормят, знаете, такое там, макают. Да, 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 у нас здесь тоже есть такие рестораны. Это тоже такая там фишка, правда, интернет, это такое подвальное помещение, такое вот, то есть, не хочу рекламировать, потому что, как бы, нельзя, почему нет? Можете рекламировать. Да? Конечно. Смотрим, хотите обожраться до усрачки, есть такое, чураска называется, там, безлимит, вы платите там, мясной стол или рыбный стол, две таких точки, оно все в центре находится в радиусе 100-200 метров, и вы можете там 9 утра прийти за день вечера бесплатно, есть алкоголь за деньги, есть все, что там, говорят, в ресторан приносят официально, говорят, я хочу это, съели, я хочу это, пока там не лопнете, можете есть, стоит это на деньги, это стоит 15 долларов. У нас есть в Америке такие рестораны, All You Can't называется, то есть, ты приходишь, платишь и ешь сколько хочешь. Буфет есть, сколько можешь. Понятно, ну там, говорю, у нас рыбный стол, там сырный стол и мясной стол, я там два раза был, то есть, там объедаясь, там, конечно, всякие вкусняшки, туда, что подаются. А хотел бы в Америку поехать, конечно, для меня Америка, как Марс, как Марс сейчас, я думаю, я думаю, после войны, просто все страны обязаны дать Украине возможность ездить по всему миру без виз, и Соединенные Штаты в том числе. Не, ну, у нас, в Европе, у нас без виз. Это я знаю, я говорю, что украинцы должны ездить везде без виз, и в Соединенные Штаты, и в Австралию, и в Канаду, везде. Вот этот народ сегодня, если так сказать, это неправильное слово, заслужил, да, ну, я не знаю, выстрадал, все страны должны просто открывать свои двери, и украинцы должны ездить по всему миру, когда хотят, куда хотят, и без никаких виз. Кстати, еще и скидки давать. Обязательно, и скидки, а иногда даже бесплатно. Я думаю, что и такое тоже будет. И Украина после войны, я уверен, особенно первое время, это будет страна номер один по тому, как будут люди, туристы ездить в Украину, потому что будут каждый... Я думаю, развиваться будет. Развитие, люди захотят платить деньги, помогать Украине раз, а во-вторых, люди захотят увидеть вот тот ужас, который по-настоящему сотворила Россия, потому что очень часто можно слышать от россиян, да, Буча это неправда, там... Фейк, да, фейк, машинки эти, стиральные унитазы, тоже неправда. И вот у них все неправда, у них все фейки, все неправда, хотя это можно проверить, увидеть, убедиться. Сегодня мы живем в мире интернета, а они все застряли в этом... Я вам скажу больше, я человеку показываю из Минска соглашения главу и ссылку, что вот российские войска были в Донецке, Луганске, не было и все, а это все фейк сам себе напечатал. Так интернет, посмотри, нет, это все в этом, вы все врете и все, и будет здорово. Да, я с этим сталкиваюсь. Кстати, я еще хотел такой спросить вопрос, отвлеченный. Америка имеет много штатов. Я, насколько понимаю, жизнь в штатах, это как жизнь, примерно, в Советском Союзе. Я так и предполагаю, что в разных штатах разный, так сказать, уровень жизни, уровень общения, менталитет, то есть южные штаты от северных или от западных как-то отличаются? Отличаются, да, нет, есть федеральные законы, есть законы штата, есть общие законы, есть одна централизованная власть, которая может воинами заниматься, например, только президент может, да, и его пора заниматься какими-то непосредственно важными, да, именно на уровне внешней политики делами. Но каждый штат имеет свои законы, каждый штат имеет бюджет своего штата, есть штаты, которые богаче, есть штаты, которые менее богаче, например, там самый богатый штат это Калифорния. Ну, получается, как Советский Союз имел государства, которые централизованы и имели общую власть, но каждая Украина, там Прибалтика, Молдова, Таджикистан жили по своим законам, понятиям, там и традициям. Да, но все равно не совсем как Советский Союз, потому что здесь по-настоящему есть вот свобода, вот та свобода, которая помогает человеку в его развитии и так дальше. Вот эта свобода, ее нельзя ни с чем спутать и нельзя ни с чем заменить. Поэтому вот ты, когда ездишь из одного штата в другой, да, ты приезжаешь в другой штат, там что-то другое, но ты все равно ощущаешь себя на территории Соединенных Штатов Америки. Ты с себя ощущаешь, что ты находишься в этой стране вот такой, какой она есть. Поэтому... А не было такого конфликта какого-то между штатами и между собой? Иногда есть, иногда даже бывает, но все равно это все, именно потому, что есть вот эта свобода. Здесь разные люди есть с разным мнением, это нормально. Есть критика власти, здесь люди могут один другого не понимать что-то или не быть согласным, и это тоже нормально. И тем не менее, вот страна, она такая, потому что вот когда-то давным-давным-давно люди сделали Конституцию Соединенных Штатов и сделали эту страну такой, какой она есть. Только она, по-моему, не меняется с 1785 года. Совершенно верно, Конституция не меняется, и при этом Конституция написана настолько грамотно и настолько вот ты читаешь закон, да, и понимаешь, какие умные люди делали все это. То есть просто... Я вас переведу, я скажу, я в некоторых штатах видал совершенно дурацкие какие-то законы, в суде какие-то такие... Знаете почему? Я вам сейчас скажу почему. Я знаю, что вы хотите сказать. Там, например, нельзя переводить оленя через дорогу. Ну, образно говоря, условно. Как происходит в Америке? Они не отменяют законы, вот суды, да? Они отменяют законы по мере того, когда что-то происходит. Например, человек вышел, что-то произошло, приходит эта заявка в суд, прецедент. Совершенно верно, прецедент. И судья говорит, так, мы отменяем теперь этот закон. Я понял. То есть и по мере вот так оно поступает, поступает, эти законы постепенно все равно отменяются, потому что все равно время же движется. И естественно, в то время это было вот так, а в это время уже не так. И чтобы не перелопативать, если так можно по-русски сказать, да, все эти законы и смотреть, а что нужно отделять, нет. Все, вот прецедент есть, отменили закон, нет, ну вот пока он есть этот закон. Поэтому оно-то как бы смешно, конечно, но в принципе это не то, что ты живешь в каком-то штате и каждый день что-то происходит подобное, и вот люди за это идут в тюрьму. Нет, это не так. Хорошо, спасибо за информацию. Я много узнал интересного в Америке. Я не знал просто. Но я как бы свое мировоззрение составил. Особная благодарность вам за позицию. Мне американцы в этом отношении нравятся, я встречаю тебя иногда. Большинство американцев именно так и думает. Последний вопрос я хотел у вас спросить. Сейчас вы знаете, что произошло в Херсоне, да? Украинские войска уже находятся в Херсоне. Вот как сегодня люди ощущают себя в Украине? Вот непосредственно во Львове, например, да? Вот с тем, что сейчас произошло в Херсоне. Смотрите, вы можете в Ютьюбе набрать, как встречает украинский война. Я видел это, да. Я видел это. При входе по Херсонске, эти села туда-сюда. Вот это вот. Но в Херсоне, я мое личное мнение считаю, из того же информации, то, что я тут настрогал из паблика отсюда, что в Херсоне мало людей, что их оттуда много эвакуировали. В Херсоне сейчас, у нас говорят, что очень много заминировано. То есть, должны саперы там поработать ни день, ни два. То есть, всеобщий вход в войск не может быть быстрым, потому что там очень много опасно, так сказать, людей запускать и вообще находиться. Что должно произойти время, чтобы все это дело довести до какого-то уровня безопасного проживания, хотя бы так. Нет, вот я имею в виду именно во Львове. Вот люди, которые сейчас находятся во Львове. Я вам скажу, Львов очень, я скажу так, на 98% глубоко, такой патриотично, притом ядренно-патриотично, скажем так. По-хорошему, по-бандеровски патриотично, скажем так, город, который поддерживает. Да, меня иногда упрекают, что я... Я русскоязычный сам вообще, хотя я обильно спелкуюсь с украинской мовой. То есть я иногда разговариваю иногда, и мне там иногда упрекают, что я разговариваю мовою загарбника. Я понимаю украинскую мову тоже, я разумею. А вы ж в Киеве. Я разумею украинскую мову, так. Да, и мне иногда там трамает, а что ты разговариваешь мовою загарбника? Я говорю, пардон, разумился, я перехожу. Но я сам-то русскоязычный вообще, у меня друзья русскоязычные тоже. Никогда не ощущали на себе, находясь во Львове, потому что это же можно часто слышать от россиян, что ну ладно, там в Донецке может быть, а вот во Львове, вот вы поедете во Львов, вот там всегда ущемляли русский язык. Вот что вы можете сказать, как человек, который прожил там очень много лет? Я учился в украинской школе, закончил украинский вуз, и всю жизнь разговаривал в русском языке, везде и всюду. Но я то же самое великолепно знал хорошо украинский язык. То есть я в разговоре с собеседниками, я вам скажу, ущемления никогда не было вообще. Но в последнее время, я же говорю, у меня... Но в последнее время это правильно, потому что люди поняли, что такое русский язык. Раньше такого не было вообще. Ну, я еще чисто автоматически, вот когда еду на машине, у меня автоматом переключается передача. Кто-то автоматом собеседник говорит на украинском. Я, например, охотник профессиональный, я поселом. Поселом говорят все украинскую мову. То есть во Львове был, когда в Советском Союзе был русскоязычный город, я вам скажу. А потом, как бы так, в девяносто первом году с Львова стало очень много уезжать. Как бы так люди не верили обратить в Украину. Все евреи уехали. И сюда стало приезжать вот сближайшее украиномовное население. И тут Львов сейчас на процентов 80-90 даже украиноязычное, так сказать. А мало того, что у нас же закон, что запрещает русским языком говорить в магазинах, в аптеках, юристам. В учреждениях, да. Да, да. То есть державная мова едина в бытовом уровне, пожалуй. Это правильно. Это очень-очень правильно. А вся, так сказать, документация, все штрафы писают на украинском языке. Общается только на украинском, не дай бог. Это самое, я ему даже могу что-то по-русски сказать, но он будет со мной говорить на... Украинском, конечно. Да, да, украинский языком. То есть до этого времени вообще такого никогда не видал, не слыхал. Я больше скажу. Мне было гораздо интересно общаться с населением, с населением, знакомыми, которые русскоязычные, потому что украинский это было, как правило, приезжая где-то из села. То есть, кстати, русскоязычные гораздо более образованные, интеллигентные, эрудированные люди были, чем украинские. У меня так получалось. Хотя у меня очень много есть украиномовных таких коллег на работе, особенно на... Я закончил строительный факультет, построительство автомобильных дорог и в проектной организации работал. То есть, были люди украинские, это самое, и мне бы приятно было, что он украинскую мову знает настолько, что обращается хорошо. Но большинство русскоязычных, я все-таки русскоязычный, общался с русскоязычными, и никогда ничего не... Сколько? За 60 лет с ГАКом я вообще не был... Я не могу вспомнить ни разу, что было какая-то вот то, что там говорят, запрет украинской мовы. Они этот запрет, они трансформировались с того закона, что державную мову, когда у нас было... Ну, потому что единственное, да, что им оставалось сделать, им нужно было демонизировать Украину в любом виде, в каком угодно. И вот они начинали придумывать разные сказки, там, про русский язык, про ущемление, потом был мальчик в трусиках, если будет... Вот абсолютная просто ложь, которая не налазит ни на какую голову. И тем не менее, они это делали, и население России, очень многие охотно в это верили, потому что им было приятно в это верить. Потому что мы-то великие, мы-то великие и могучие, а вот украинцы это как второй сорт. Хотя на самом деле, это же было, в принципе, вот если помните всю историю, даже в Советском Союзе, украинский язык ущемлялся, российский, русский язык поднимался, говорили... Смотрите, я думаю, нет, немножко не так. Я вам скажу, что я немножко почитал в последнее время историю Украины, разобрался. В Украине были моменты, когда была укранизация в Украине, это советская власть была, а потом шла русификация была, то есть были приводы. При Советском Союзе была русификация, согласитесь? Русификация, конечно, да, при Советском Союзе, да. Да, ну, с 91-х годов пошла полная укранизация, ну, до того времени мне сказать сложно, но... В Советском Союзе конкретно доминировал во Львове, в частности. Русский язык, и в Киеве точно так же было. Я же помню школы эти, я помню, как это все преподносилось, делалось. Всегда преподносили так, что если ты говоришь по-русски, ты более образованный, хотя это не так. Есть люди украиноязычные, настолько образованные, настолько эрудированные и умные, что просто восхищение вызывает. Поэтому всю эту историю, как книжки сжигали, как запрещалась украинская мова, да, и так дальше. Поэтому сегодня оно все возвращается. Пройдет какое-то время, и все равно Украина, это будет Украиномовная страна, но язык, человек, на котором захочет, на языком и будет говорить. Приезжаешь в разные страны мира, английский, французский, немецкий, неважно. Я вообще имею личное мнение, чем больше языков знаешь, тем лучше для человека. Это абсолютная правда, конечно. Я всегда, знаете, говорил россиянам, украинцы богаче внутренне. Почему? Потому что каждый украинец как минимум знает два языка. А человек, который знает как минимум два языка, он от этого только всегда внутренне выигрывает. Он богаче в своем внутреннем мире. Смотрите, я при Советском Союзе, и позже я был профессиональный спортсмен, я объявил всю Украину. И когда я ездил в те города, ну, там, тот же Донецк, Луганск, Невропетровск, Харьков, Одесса, Николай, это были чисто русскоязвичные. Я там слова украинского не слышал вообще. Но это в городах. А если вы выезжали именно вот с села, да, вы тут по-украински говорили? Да, с села выезжаешь. Ну, они говорят на таком суржике. Мало того, что я, например, какое-то было время, много общался. Я мог по разговору определить, с какой территорией Украины человек. Потому что, например, в Житомирской, Красноярской области говорят так, в Полтавской так, в Закарпатии говорят так. Во Львове особенный вообще говор львовский. Если вы услышали львовский, тот правдивый, аутентичный говор, тут гвара такая с польским таким применением. Тут свой язык. Львовганин, например, может говорить по старо-украинскому, старо-львовскому, скажем так далее. А украинец не поймет. В Соединенных Штатах точно так же. Вот вы слушаете человека, который из Техаса, например, и Нью-Йорк. Это два абсолютных... Ну, английский язык, но очень по-разному на ваше восприятие уха они говорят. И это нормально. А скажите, язык Великобритании от американского сильно отличается? Есть слышно акцент, жаргон или как это? Конечно слышно. Совершенно другой акцент. То есть вы сразу узнаете, что человек с Британией, а не американец? Сразу. Сразу узнаю. Британия узнаю сразу. Австралия узнаю сразу. А вот Канада... Мне нужно пару слов услышать от них, которые они говорят. Канада самая близкая в английском языке к Соединенным Штатам. Я так и думал акцент. Я заканчивал английскую с пешком английского языка. У нас были даже уроки, они назывались «Различия между американским и английским языком». То есть я там помню, читал. Но это было давно, правда. Сейчас я уже как бы так подзабыл немного это дело. Сейчас вот в ТикТоке можно часто смотреть разные ролики. Когда берут и люди ставят именно слово по-английски. То есть и Великобритания английский, и американский. И сразу видишь, там очень много слов по-разному и произносятся, и так дальше. Поэтому... Но понимаем друг друга из Великобритания. Последнее, с чем я столкнулся, я такой меломан. Есть такая американская группа, группа Dream Theater. Не знаете, наверное. То есть по-американски. Dream Theater. Ну, театр мечты или, как говорится. По-американски. Dream Theater. Когда были гастроли в Англии, я должен Dream Theater написано было. Не через тер, а через трат. Я думаю, наверное, это как бы различие англо-американских. Есть очень много слов, которые отличают Великобританию от Америки. Но все друг друга понимаем. Ну, ну, понятно, язык один, как бы, да. Да. Все, ясно. Еще раз большая благодарность вам за вашу позицию. Интересно. Это я узнал от вас интересные. Очень торчат рулетками. Интересно, что мне жена говорит, что торчишь все время, я говорю, я тут учу историю. Я узнаю интересные вещи. Я, так сказать, расту на собой, себя смотрел ширше и копал глубже. Совершенно верно. Мыслящий человек всегда в диалоге и для себя что-то найдет. Если находишь интересного собеседника, то много познаешь и образовываешься, по крайней мере, немножко. Еще раз большая благодарность. Всего хорошего вам. Спасибо. И вам тоже большое спасибо. Я вам дам свой канал. Заходите, посмотрите. Как называется? Я вам сейчас сброшу его. Напишите там, да. А вы о чем там общаетесь? В основном политика, жизнь, Украина, Америка. Маэстро Токс, это канал вообще русскоязычный или англоязычный, или там как попадешь? Это русскоязычный. Я примерно делаю то же самое, что делает Ачаков. Вот если так смотреть. Понял. Первый раз я слышу, хорошо, маэстро Токс. Хорошо. Да. Все, спасибо. Я посмотрю обязательно. Хорошо. Всего хорошего. Вам всего хорошего. До свидания. И скорейшее окончание войны. Слава Украине. Спасибо. Героям слава. До свидания. Это Львов, ребята. Как-то так, друзья. Я вам всем желаю, как всегда, добра. Любви, счастья, благополучия, понимания, скорейшей победы и мира. И мы с вами скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok